Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите краткий отчет о текущих событиях в разработке и внедрении прорывных транспортных технологий Skyway. Из второго выпуска в этом году вы узнаете о ходе строительства инновационного центра Skyway в Эмирате Шарджа. Кроме того, мы в очередной раз совершим экскурс в историю Skyway. А теперь обо всем этом подробнее. Сегодня мы расскажем чуть подробнее, чем обычно о первой линии, сооружаемой в инновационном центре Skyway, расположенном в инновационном научно-исследовательском технологическом парке Эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах. Когда мы говорим о банкерной опоре, следует понимать, что речь не идет о достаточно незамысловатом сооружении, состоящем из четырех труб с площадкой. Как в экотехнопарке в Беларуси, где подобное сооружение есть не что иное, как транспортно-логистический узел Skyway, совмещенный с анкерной опорой, в котором находятся два вокзала, музеи и различные технологические помещения, так и в Шардже, в подобных объектах, анкерных опор всего на 10%, а на 90% это многоэтажное здание со станцией, диспетчерской, ремонтной мастерской и т.д. Суммарная площадь помещений в двух зданиях с отделкой мрамора и соответствующими коммуникациями более 500 квадратных метров. Представляете, каков масштаб задач, стоящих перед коллективом, возглавляемым генеральным конструктором Анатолием Юницким и успешно решаемых им. Даже обычную виллу в 500 квадратных метров не то, что за рубежом, а даже на родине не так-то просто и скоро можно построить. То же самое относится и к огромной площадке с дорогами, коммуникациями и сотнями тысяч кубометров перемещения песка с послойным уплотнением, с проливом пресной водой, которая на вес золота в этой стране и т.д. А теперь давайте послушаем Андрея Баркуна, начальника отдела технического надзора Закрытого акционерного общества струнной технологии, поведавшего о деталях строительства первой линии нашей съемочной группе, которая недавно побывала в инновационном центре Skyway в Эмирате Шарджа. Объект очень важный для нашей организации и для будущих технологий транспорта. На данный момент мы оканчиваем работы по СВИК-1. Это первая путевая структура, 400 метров. Она какого типа, вот сразу скажите для тех, кто не совсем в теме? Провисающая, гибкая? Провисающая, провисающая структура путевая. Проходили работы в две смены, значит, за моей спиной промежуточная опора, чуть дальше это вторая анкерная опора и дальше еще одна промежуточная и еще одна анкерная опора. Между ними 400 метров путевой структуры. Работы велись в две смены. Натягивались тросы и днем, и ночью, потому что температурный режим в Арабских Эмиратах, как вы знаете, очень большой. От 30 до 50 градусов тепла. Проводили мы эти работы летом. Под присмотром и под контролем наших специалистов из Беларуси. Шеф-монтаж производили наши монтажники и субподрядная организация Арабских Эмират. Спасибо большое. А расскажите, почему? Путевая структура вроде похожа на ту, что есть в Экотехнопарке, но промежуточные опоры по форме очень сильно отличаются. Чем это обусловлено? Это дизайнерский шаг. Вообще, Восток – дело тонкое. Петроха. Да. И все структуры, все конструкции очень приближены к вязям арабским. И наши дизайнеры разработали специальную такую конструкцию, очень много поработали над ее креплением. Ну, а мы воплотили это. И ночью, когда будет смонтировано уже освещение на этих опорах, будет очень красиво в форме арфы, выполнена и подсветка, и будет смотреться очень эффектно. То есть, списали в местный колорит? Да, совершенно верно. Скажите, пожалуйста, а что особенного у анкерных опор? Допустим, в Экотехнопарке Skyway в Белоруссии первая анкерная опора – такой многофункциональный логистический узел, совмещенный там и с музеем, и с двумя вокзалами. Что здесь особенного, если оно, конечно, есть? Сами вокзалы выполнены немного по отдельному, по проекту, отличающимся от наших белорусских. Но все выполнено настолько стандартно, чтобы в дальнейшем при расширении и каких-то адресных проектах можно было использовать эти конструкции, воплощать их в других проектах с максимальной скоростью и качеством. Спасибо большое. Ну вот мы с Андреем Андреевичем плавно переместились к первой анкерной опоре, первой же линии. Хочется узнать о ходе работ. Что сейчас здесь делается? На сегодня ведутся финишные работы, это отделочные работы, укладка плитки, покраска стен, потолков, устройства кровли. Но, насколько мы все знаем, уже пробные запуски Юникара в тропическом исполнении проводились. То есть все мы наблюдали испытания. И даже кроме нас это сделал и один из руководителей Эмирата. Да, несомненно, было очень много делегаций. Пробные испытания проводились нашими специалистами. И Юникар отъездил свое определенное количество часов. Были представители и транспортных министерств Эмират, Дубая, Абу-Даби, Айджмана и Шарджа. Также очень много делегаций приезжало из самого университета, студенты. Всем очень хочется увидеть, как же на самом деле работает, ездит этот транспорт, насколько он тихий. Все в новинку, и поэтому очень много посещений. Поэтому он работает в полную силу. Завершит наш сегодняшний выпуск рубрика «Этот день в истории Skyway». Год назад увидела свет третье издание монографии «Струнные транспортные системы на Земле и в космосе». Фундаментальный научный труд Анатолия Юницкого, в котором изложены теории о состоянии разработки, перспективы и основные результаты исследований высокоскоростного наземного транспорта, движение которого осуществляется по струнной путевой структуре и неракетного космического транспортного средства в виде кольцевой струнной системы, охватывающей планету в плоскости параллельно экватору. Основой данного издания является монография автора, впервые увидевшая свет в 1995 году. Издание 2019 года было расширено авторским предисловием, новыми иллюстрациями, а также другими материалами, раскрывающими содержание струнной транспортной системы, рассказывающими об истории развития инновационных транспортно-инфраструктурных технологий Skyway. Кроме того, данный выпуск включает раздел «Интеллектуальная собственность на геокосмический транспортно-инфраструктурный комплекс «Общепланетарное транспортное средство», в котором отображены результаты более чем 40-летней интеллектуальной, творческой, научной, экспериментальной и производственной деятельности инженера, ученого и предпринимателя Анатолия Эдуардовича Юницкого. Для тех из вас, кто еще не ознакомился с монографией создателя Skyway, могу сообщить, что наша служба создала своеобразную видеохристоматию данного труда из шести выпусков, посмотреть которые можно по ссылке на плейлист в комментарии. Таков традиционный краткий отчет о прогрессии в развитии струнного транспорта Юницкого. Следите за обновлениями официальных сайтов Skyway, подписывайтесь на наш канал YouTube, поддерживайте наш проект, и вы всегда будете в теплой атмосфере. Строй Skyway! Спасай планету!